Возможность взглянуть на сотни миллионов лет назад смогли посетители выходов кетлерских слоёв в Скрунском крае. Это одно из самых уникальных мест в мире, потому в этом году его назвали геоместом Латвии. Новая информационная табличка говорит о том, что здесь находится особо важное с геологической точки зрения места — выходы кетлерских слоёв. По ним можно изучать древнейшую историю. Эти берега хранят информацию об эволюции — как четвероногие позвоночные вышли из воды на сушу. В 2014 году здесь нашли фрагменты древних животных. В самой венте можно найти хорошие фрагменты, очень крепкие. Если из рук выпадут, обычно они разбиваются, а кетлеровские остаются целыми. Учёные определили, что здесь в древности обитало десятиметровое животное с полным зубами ртом. Оно охотилось из укрытия и могло дышать как на суше, так и в воде. Специалисты считают, что столь уникальное место могло бы привлечь с грунта туристов со всего мира. Пока в молочной отрасли продолжается кризис, некоторые крестьяне решили переориентировать свою работу и занялись производством сыра. 65 дойных коров дают крестьянскому хозяйству Мазлаури, что в волости Лейдоргас две тонны молока в день. Часть молока покупает молочный кооператив. Но закупочные цены по-прежнему низкие, потому хозяин фермы решил попробовать перерабатывать молоко самостоятельно, делать сыр. Времена трудные. Думаю, часть молочных хозяйств придётся ликвидировать, но по крайней мере часть молока я всегда смогу переработать в сыр. Для производства сыра здесь используют уникальную технологию. Её практикуют всего в паре латвийских хозяйств. Котёл для приготовления сыра соединён с доильной установкой, так что туда молоко попадает сразу после дойки. Оно не пастеризовано и не охлаждено. В этом преимущество фермы перед крупными предприятиями, считает её владелец.